Девушки отдыхают Я был уже там гумир молодежи Мы с Димой были влюблены в одну девочку У нас ансамбль назывался Аргонавты Тихо качается Старый аргон То есть стержень все равно у него Такое есть хорошее, настоящее Дружба это понятие кругосуточное Зачем мы ищем повод Для друга дорогого Стать ближе Готовьтесь Откройте К вам гости Откройте К вам гости Мегаполис диктует Доброй жизни жесткий, нервный, без сантиментов Где каждый сам за себя И где у нас так мало времени на семью И встречи с друзьями С годами нам все сложнее Впустить в свой мир нового человека Все чаще вспоминаются Искренние старые друзья С которыми так просто быть собой Не секрет, что Дмитрий Каратьян Один из самых харизматичных и узнаваемых российских актеров И позволить себе отдохнуть от съемок и спектаклей Звезда может не часто Но тем слаще провести редкий выходной так, как просит душа Я частенько захаживаю сюда Это одно из любимых мест моих в Москве Вот сегодня я решил Сюда зайти и Окунуться в социальные сети Вспомнить Своих старых друзей, которых давно не видел Ну вот Один из главных героев моей жизни Юной жизни Андрей Гусев Актер С которым я снимался в фильме «Розыгрыш» А вот мой одноклассник Володя Уваров Жили в одном доме Я на пятом этаже, он на шестом А мама его была директором школы Вот ему доставалось беду Когда мы все прогуливали уроки Он такой молодец С нами уходил, не оставался в классе Знал, что его накажут больше других Однако Кремень Олег Киселев Мой друг детства, да Тоже давно не виделись Удивительная биография человека Он был таким Ну вот как мы все, наверное Одержимый музыкой, гитарами, песнями А стал военным полковником Настоящим полковником Прошел серьезные испытания Воевал в Афганистане даже Вот бы его навестить Вспомнить былое А почему бы и нет в конце концов Выпить чашечку кофе с утра Но звонить не надо Надо прям без предупреждения Вот так вот взять И огорошить его своим визитом Ну все Поехали Есть легкое волнение Что вот так вот Даже без предупреждения В эти гости-то уже давно не ходят На самом деле Вот Все готовятся Все готовятся заранее Там все А сейчас такой вот Так спонтанно все это происходит Не знаю, как он отреагирует Будет ли он готов к такой Встрече Может быть Его вообще переклинит А вдруг он дверь не открывает Но я надеюсь, что все-таки дома Такое время должен быть дома Человек семейный Ну в гости-то с пустыми руками Ездят, понятное дело И раз на чашечку кофе То надо, собственно, этот кофе И приобрести Где-нибудь Вот Если вам не трудно Вот там вот Видите знак Стояночка Вот там вот Притормозите, пожалуйста Вот здесь вот справа Ага Ну вот Теперь можно ехать Не с пустыми руками Вперед И с песней Технический прогресс Так далеко ушел вперед Что мы перестали Общаться живьем Все больше СМС Компьютеры Соцсети Сейчас есть такая возможность Это восполнить И пообщаться живьем С человеком С которым давно не виделся Спасибо Да, вроде это подъезд Сейчас бы год еще вспомнить Так-с 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 Подарочек достать Есть кто дома-то Ё-моё Дима Ты откуда взялся Как все это надо А я не один Здравствуй Первым делом я испугался Что-то случилось Но когда увидел Его довольное лицо Вот И я понял Что в общем Все нормально И все равно Я какое-то время Не мог поверить Что он просто так Приехал в гости Вот так вот Ну он удивился Ну конечно Что говорить Ларин Иди смотри Кто к нам пришел Хороший Здравствуй Мой дорогой Здрасте Ну вы извините Что я так Без предупреждения Как говорится Но зато с подарками Ребят Кому-кому Тебе всегда рады Попьем котейку Попьем Ну да Мы конечно не ожидали Мы Диму очень любим Но совсем не ожидали Встретить Именно так внезапно Потому что Он человек очень занятой И как бы С ним встретиться Действительно Довольно таки сложно Это первый раз В моей жизни Когда вот Просто вот Он звонит в дверь И приходит Потому что обычно Когда мы договорились В какой-то встрече Да Это происходят Какие-то там Длительные Перезванивания Да Отмены Переносы Дима проходи Садись Пока вот сюда Спасибо Сейчас кофейку попьете Ага Сидим Попьем русский Давайте А я пока пойду Скажу Пчелкам Что ты к нам приехал Скажи Хорошо Олег Натеть чашечку Какая вам Чашечку А это вам На будущее Отвратим К вам гости Это настолько неожиданно Да я сам не ожидал Слушай Что просто Не могу поверить А вот мне кажется Что вот когда вот так вот Неожиданно Спонтанно Внезапно И И больше Больше радости И больше А ну конечно А если бы никого не было дома Вот если бы Да кабы Ну знаете Мне вообще самому В жизни Очень нравится Вот этот эффект Внезапности Неожиданности Но в моей профессии Скажем Это такой элемент Который Помогает Развиваться Как-то Помогает Чувствовать Почувствовать что-то новое Свежее И пропитаться Какими-то такими Естественными И неожиданными Эмоциями Слушай Ну и сколько же мы не виделись Получается Около года Да где-то Почти год Да С фильма С премьеры фильма А до этого была премьера спектакла До этого была премьера спектакля А до этого была премьера другого спектакля Музикла У меня За последнее время Вот эти две премьеры Первый фильм Который я четыре года делал Ты знаешь Форт Рост Про русскую Америку Вот Который уже прошел в прокате А вот ты как раз был На премьере Чудесный Очень хватает Ну для меня очень дорого И важен конечно И спектакль На телефонный разговор Вот с артистами Армена Джигарханяна Труппы Армена Джигарханяна Вот сейчас мы там играем В этом театре Этот спектакль Так ну ладно Это у меня А у тебя то что Вот самое важное Что у меня в жизни Прошло за это время Это конечно Женитьба Моих обеих дочерей Что за последний год обе Да Да Обе да Да И старшая И младшая Вот это для нас Большая радость Есть какие-нибудь фотографии Может покажешь что-нибудь Пойдем в комнату Дима вот смотри Вот это вот я тебе рассказывал Про свадьбу дочерей Да Это вот старшая Анастасия С Володей Вот она первая Замуж вышла А вот это прям буквально Сентябрьская Сашка с Дениской Вот так что Еще раз скажу Обе дочки у меня пристроены Дядя Дима Здравствуйте Ничего себе О да Дядя Дима Вот так вот мы с нами С молодежью Как с самого детства Для меня он не Дмитрий Для меня он дядя Дима Остался с самого детства Наверное Мы очень В детстве Наверное мы увиделись Гораздо в моем детстве Гораздо чаще Мы виделись Чаще встречались И он всегда был очень спонтанным Он мог себе позволить Взять и приехать Абсолютно неожиданно Нежданно Негаданно Для кого Не для кого Не предупреждая звонком Это было непривычно Совершенно видеть его В нашем доме Так как Последний раз Вот лично я его В живую В неформальной обстановке Видела Наверное мне было лет 7 И Для меня Тогда эта встреча Была чем-то Совершенно Ну тоже волшебным А Звезда в нашем доме Настя Саша Алёна Алёна Прекрасно Здорово Ну я вас поздравляю С нашей встречи И с замужеством С вашим Ну покажи Покажу Отвратим К вам гости В нашей Бараке Да Я был уже там Кумир молодежи Председатель совета Дружины Харатья Мы с Димой Были влюблены В одну девочку У нас ансамбль Назывался Аргонавты Отвратим К вам гости Отвратим К вам гости Это же пионерский лагерь Это же наши Пионерский лагерь Бараки Бараки Деревянные Вот здесь Вот в этой палате Мы живем Говоря о пионерском лагере А ты помнишь Как мы с тобой познакомились История Что я не очень отчетливо Помню Как точно мы познакомились Надо знать точно Где и когда Это было Это был пионерский лагерь Метеор В котором я отдыхал Уже неоднократно Олег приехал Впервые Это было зимой Потому что Пионерский лагерь И летний Зим Я в лагерь приехал В первый раз Вот А ты уже ездил А я там ветеран Сторожил Ветеран Сторожил И причем Это наверное Где-то 13 было 73-й на 74-й год Я был Таким шалопаем И чтобы В новогодние каникулы Я дома Нервы не трепал Родителям Меня Збагрили В пионерский лагерь Я был уже там Кумир молодежи Кумир правильно И я сижу Одинокий такой Никого не знаю Мне скучно Грустно И значит Таким Быстрым шагом Идет парнишка На плече гитара И такой Харатьян 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 Да ладно Да Я думаю Что у него такое Идет Но он Сейчас он такой Заматеревший Да А тогда был Просто тростиночка Вообще Тоненький Худенький Мальчишечка Такой Играешь Играешь А ты Я тоже играю Ну-ка покажи Ой точно Как здорово А тут вообще Жди кого нет Я один Да ладно И мы с тобой пошли На террасу Где теннисный стол стоял Да ты шо Сидели на полу Спиной к батареям И ты начал мне экзамен устраивать А возьми ля А возьми баре А возьми так А возьми так Классно Будем вместе играть Когда вижу эти фотографии В детственной жизни Фотография ставят Такие львы И я маленький Такой скринил Нашкин Барабан Дальше Вот хочу тебе показать Это я знаю кто Это моя первая любовь Пионер Это в пионерском лагере У меня была такая девочка Марина Мы тоже Марина Девочка А у меня по судьбе По жизни Мы все Марины Главная женщина Моя жизнь Это Марина Марина Алексеева Вот Пионерская моя Так сказать Зазноба Вот это мы стоим На лесенке Это второй этаж И вот здесь Вот у нас произошел Первый романтический Романтическое свидание С первым поцелуем Просто Ромео Ромео и Джин Днем Почему днем-то Ты отгуда знаешь когда Тебя там не было Днем Это было ночью После отбоя Вот мы отгорнили С Олегом И я пошел по лесенке К своей Джульете Это история о том Что мы с Димой Были влюблены В одну девочку Сейчас конечно кажется Смешной и глупой Да Вот Но В таком возрасте Все наши чувства Обострены Вот мы считаем Что каждая любовь Это первое единственное На века Ну он настоящий друг Понимаете Открывал Ну Не афишировал Наверное По крайней мере Было очень сложно На самом деле Да Соперничать С лучшим другом Я тем более Понимаю Что друг Он Сильнее В этой истории Вот Я просто Ушел в сторону Слушай Помнишь Как мы Всех дурили Всех Воспитателей И пионеровожатых Когда нам уже Лагерь Закупил инструменты Для репетиции Мы в тихий час Говорили всем Что на репетиции А на самом деле На речку купаться Было такое Сосраться Но репетиции нам тоже нравились Конечно нравились Мы же репетировали Ни разу не поймали Ни разу не поймали А нас не ловил никто Нам так доверяли Вообще Как представьте Это все дружины Это мы На речке купаемся Как раз Иллюстрация А вот А джинсы А джинсы Ты помнишь Это первые джинсы Нет Тогда еще не было Вареные У нас были клеш И я себе Как раз Это уже после Как я снялся В первом фильме Это лето после Съемок в фильме И я Мне было 16 лет И я на деньги Вот от гонорара Купил первые джинсы Они у меня Суперрайфул И я их заносил Это уже даже Второй год после этого У меня такая была Заплатка Губок Поможете Ки-более Кис-май-патч Да Вот они Я в этих джинсах Как раз и сижу Вот этот вот Шаг до взрослой жизни Да Тот период жизни Он был Для нас Но для меня уж точно Для и для Олега тоже Как я понимаю Для каждого человека В принципе Таким базовым Да Когда формулируется Отношение к миру К себе Когда определяются Цели какие-то Когда Твои способности Скрытые или открытые Они воплощаются Во что-то Да Отвратим К вам гости И эту фотографию Я беру себе Спасибо большое За подарок На здоровье Спасибо Спасибо А как назывался Ваш ансамбль Который вы играли У нас ансамбль Назывался Аргонавты Аргонавты А вот спроси Почему Никто не скажет А чья-то была А я тебе скажу У нас была песня Аргонавта Она называлась И мы подумаем Ну раз такая песня красивая Про то как Везли золотое руно Искали его очень долго Старое арго А вы же на гитару Тихо плыву Конечно Давайте собирайте Помните Как это было Мы оба играли А я вот вижу Только одну гитару Почему-то А я принесу Сейчас вторую У нас вторая есть Сюда У меня есть в кустах Рояль Давай Тащи рояль Из кустов Сейчас ты посмотришь Тащи рояль Еще удивишься Да А что касается Лагеря То вот когда у меня Появился партнер Что называется музыкальный Ну конечно Мы сколотили банду Мы чем Мы хуже битвеста В конце концов Еще двух нашли И мы стали играть На танцах И нас Стали любить девчонки Еще больше Он был конечно Лидером Это без сомнения Потому что Его мнение Было важно И для меня И для всех Сынных участков Нашей музыкальной группы Вот мы пели песни Которые говорил он Нужно нам петь Эти песни Ты будешь барабанить Ты будешь На клавишах играть Вот Ты будешь играть так Ты будешь играть так Вот То есть в музыке Он был Несомненно Нашим лидером Дима Сейчас Настя Принесет гитару А вот уже Принесла А ты уже скажешь Ты ее узнаешь или нет Эту гитару Или у тебя Уже столько было Что ты ее не помнишь Даже Дима Ты мне подарил Десять лет назад Эту гитару Это твоя гитара Я тебе Да Это твоя гитара Ты знаешь Кто мне ее подарил Кто Гарик Сукачев Гарик Сукачев Отвратим К вам гости Ааа Так ты набасовываешь Да Да Давайте Сейчас Наверное медиатор Мне не нужен Какой прикольный Ты хоть вообще Помнишь Что такое медиатор Так вот Слушайте Значит у нас Мы назывались Оргонавты Соответственно У нас была Вот эта песня Типа девиз Типа один из нас Сочинил эту песню Потом выяснилось Что этих Оргонавтов Было немерено В то время И у всех была Эта песня Во всей стране У меня было чувство Вспомнить слова Лишь бы мне Вот такое было чувство Тихо качается Старый Оргон Тихо плывут Ооо Какой-то вестерн Слушай я сейчас На тебе Принесли Золотое руно Искали его Очень долго Раньше Я никогда не слышала Как Дядь Дима С папой Вместе Что-то исполняют То есть Их какой-то творческий дуэт Я видела только на фотографиях И только из уст отца Про какие-то рассказы Про свое юношество Про свое детство И сегодня Конечно Мы наверное все были В шоке От того что Нашего папы Действительно Такие творческие возможности Которые он Наверное от нас От всех Очень сильно скрывал Все это время Такие Два неординарных человека С разными профессиями Вот Ну было очень супер Светловокая дева Паллада Освети Наш путь Освети Говорили Герои Эллады Помоги нам Помоги нам Вместе Помоги 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 нам Помоги 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 И все Я больше сможет Я больше не помню Я тоже совсем не помню Вообще Как будто не прошло Этих Сорока лет Говори даже Страшно подумать Очень тебе все благодарны и признательны, потому что утро такое чудное. Дружба – это понятие кругосуточное. Именно детство, когда мы только становились людьми, наверное, это крепче, наверное, любой связки. Откройте к вам гости. Откройте к вам гости. Вы играли на танцах. Пора и честь знать, Олежка, мне нужно ехать, потому что дела, дела, заботы, работы. Очень рад я был вас всех повидать. И вы тоже были рады, очень. Ну будем теперь, вот, будем чаще встречаться. Ну спасибо вам большое, поеду я. Пошел. Дима, лучше езжать, что все быстро, но я предлагаю еще на псашок по чашке кофе. На ход ноги. На ход ноги. Хорошо, давай. Владимир, и поэтому просто очень тебе все благодарны, признательны, потому что утро такое чудное. И я боюсь даже вспомнить, было ли у меня в жизни такое чудное, великолепное утро. Ты меня растрогал прямо сейчас. А я и хотел это растрогать, хотел это сделать. Я же ведь не знал, как получится, ты понимаешь? Я не знал, будет ли кто-нибудь дома, а потом вдруг не знал, как будет район. Ну то есть я так гадал сказать, что если кто-то дома, то реакция будет правильная. Олег, и даже если изменился, то для меня он, в общем, остался тем же человеком, дорогим сердцем моему близким. И таким частью моей жизни связанной с детством, безусловно, и с юностью отчасти. Вот. Ну, конечно, он стал взрослее, мудрее, опытнее. Он отец семейства. Вот. А внутренне он стал, конечно, мудрее. То есть стержень, все равно в нем вот такой есть хороший, настоящий мужской стержень. Вот. Ну, я думаю, так. Вот. Вот сегодня вот сейчас вот мы проявили с тобой время, да? И вот я подумал, что, наверное, то есть у меня в жизни моей было много коллективов, много людей, да? Вот. И я думал, что крепче всех, да, крепче всего связывает, наверное, все-таки вот Афганистан. Вот. Сегодня я подумал, и, наверное, вот именно детские воспоминания, да, вот именно детство, когда мы только становились людьми, становились мужчинами, наверное, это крепче, наверное, любой связки. Я, например, знаю, да, что вот когда мне будет просто вот невмоготу, да, я всегда могу обратиться к нему. Дружба – это понятие круглосуточное. У нас, в принципе, это вот для меня, по отношению к нему, понятие круглосуточное. Казалось, что из-за того, что мы вращаемся в совершенно разных орбитах, да, вот, что в силу его творческой деятельности у него появилась и появляется постоянно какая-то совершенно огромная масса знакомств, каких-то там людей новых, да, вот. И в то же время мы с ним до сих пор вот дружны. Для меня, так же, как и для него, там, раз в какое-то время вот так вот поделиться накопившимся, да, рассказать о себе – это уже необходимость отчасти. О! Я же забыл, слушай, я же тебе еще не все подарил. О! О! Это очень приятный подарок, и он такой знаковый, на мой взгляд, что действительно надо. Знаешь, как его употреблять-то, подарок? Знаешь, что такое? Ну, под ноги, конечно, такую бросить нельзя вообще. Вот, например, так, да, например, так. Бандаж! Или вместо картины повесить на стену, чтобы люди знали, что этот дом гостеприимный, и, пожалуйста, старые друзья, и, может быть, новые друзья, пожалуйста, всех к нам в гости. Коврик не забудь положить на нужное место. Обязательно! Ладно? Обязательно! Ну, конечно, мне очень понравилось то, что, во-первых, так все внезапно произошло. Мы, конечно, очень хотели давно встретиться, но не получалось постоянно, что-то нам мешало. Ну, и, в общем, конечно, в дальнейшем хотелось бы встретиться нам все-таки, сидеть просто поболтать. Очень интересно было бы снова встретиться, снова увидеться с семьями, как раньше мы это делали. Впечатления остались теплыми, такими душевными, и таких встреч должно быть чаще, больше. Девчонки! Девчонки! Дима уезжает у нас. Дима уезжает, Маринка! Спасибо за прием. Приезжайте почаще. Давайте, давайте. Девочки, красавицы. Спасибо вам за прием. Привет, Вилли, давай, приезжайте. Обязательно все. Будем видаться теперь чаще, надеюсь. Очень хочется видеть. Теперь вы к нам. Пока. Пока. Спасибо за чудесное утро. Пока. До свидания. Здорово. Да. Надо чаще ходить в гости. Вот. Господи, как же это хорошо, как же это правильно, что я нашел время и возможность увидеть своего старого друга, приехать и вспомнить былое. Как это очищает, освежает. Мне кажется, люди вообще становятся добрее и лучше, когда они вспоминают прошлое, когда они могут встретиться с теми, с кем часто не виделись, давно не виделись. Это правильно, это нужно, это важно. В общем, давайте любить друг друга и помнить друг друга всегда. Как же здорово иногда выпасть ненадолго из круговорота забот, посидеть со старым другом, вспомнить детство. Ведь воспоминания – это отнюдь не тоска по-былому, а осознание того, как много ты смог сделать и чего успел добиться. И тогда новые вершины кажутся доступнее. Ведь если рядом друг, проверенный десятилетиями, недосягаемых вершин просто не существует. Не забывайте, друзей, ходите в гости. Зачем мы ищем повод для друга дорогого? Стать ближе, готовьтесь, откройте к вам гости. Откройте к вам гости. Субтитры создавал DimaTorzok